15% семейных пар в Казахстане сталкиваются с диагнозом бесплодия. Только в Карагандинской области ежегодно на бесплатную процедуру ЭКО претендуют больше тысячи супружеских пар. Растет статистика и развитие врожденных пороков у детей. Многие проблемы можно предотвратить, если подходить к появлению ребенка осознанно, говорят медики. В Караганде работает Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья. Рассказывает Марина Золотарева. Что такое осознанная беременность, Инна Шалухина знает не понаслышке. К появлению первенца семейная пара готовилась основательно. Перед зачатием супруги сдали анализы. Потом всю беременность Инну сопровождали специалисты Центра планирования семьи и репродуктивного здоровья. Сегодня молодая мама пришла на прием уже с двухмесячной дочкой. Нужно сначала проверить, создать все, а потом уже подготавливаться к полноценной беременности. Потом ходила все скрининги, так ходила для успокоения. У меня был сильный токсикоз. Потом ребенок лежал сверхголовкой, да, и упражнения всякие, зарядку делала, чтобы перевернулся ребенок. Центр планирования семьи и репродуктивного здоровья работает менее года. Сюда обращаются все жители области, у которых проблемы с зачатием. Также специалисты выявляют пороки развития на ранних сроках беременности. Их зачастую вообще можно предотвратить, считают эксперты. А врожденных пороков становится несколько больше. Это пороки сердца, это пороки центральной нервной системы. Первый фактор, который приводит к врожденным порокам развития, это непланируемая беременность. Женщина не задумывается о том. И, естественно, не принимает профилактические мероприятия, когда подготавливается к беременности. Это самое элементарное, что можно придумать. Это прием фолиевой кислоты за три месяца до предполагаемой беременности. Это единственная в Калининской области медико-генетическая лаборатория. Здесь в течение года проводят 35 тысяч исследований. В том числе выявляют и хромосомные аномалии, которые приводят к синдрому Дауна. Вы можете после консультации врача-генетика взять направление у себя в поликлинике и пройти данное обследование совершенно бесплатно. Также на данное обследование направляются пары, планирующие беременность, либо пары, к которым планируется ЭКО, если есть отягощенный акушерский анамнез, выкидыши. Сегодня диагноз бесплодия не приговор. По программе Ансахан Саби в этом году в Карагандинской области выделили 700 квот на экстракорпоральное оплодотворение. Уже половина супружеских пар прошла дорогостоящую процедуру за счет государства. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Карагандинская область, Хабар, 24.